За пять месяцев этого года в Карагандинской области увеличились объемы производства мяса и молока. Валовая продукция сельского хозяйства достигла 89,9 миллиардов тенге. Обеспечение населения качественной и доступной сельскохозяйственной продукцией – одна из ключевых задач, и об этом шла речь на совещании в Акимате. Ирина Вобещевич продолжит тему. Меры, предпринимаемые для повышения продовольственной безопасности, актуальны на сегодняшний день вопрос, который постоянно находится на контроле главы региона. По отчету руководителя управления сельского хозяйства увеличились объемы производства мяса и молока на 2,8 и 0,8%. Выросло поголовье крупного рогатма скота на 1,2%. Площадь ярового сева в этом году увеличена на 15,2 тысячи гектаров к уровню прошлого года и составила 1,091,000 гектаров. Увеличены посевы кормовых культур до 143,400 гектар. Картофель в сельхозформированиях посажен на площади в 11,991 гектар. Овощи на 994 гектара. Для сорта обновления 102 хозяйствами приобретено более 8 тысяч тонн высокопродуктивных семян зерновых. Из них 5,9 тысяч тонн элиты. Всего высеяно 104,300 тонн семян зерновых. При благоприятных погодных условиях агрария региона планирует собрать на 10-16% больше картофеля и зерновых, чем в прошлые годы. Для посевной кампании и сбора урожая в этом году приобретено 399 единиц дополнительной сельскохозяйственной техники. По состоянию на 1 июля сельхозтоваропроизводители получили субсидии на 5,8 миллиардов тенге. Акимобласти Ермаганбет Буликпаев отметил важность обеспечения населения доступными продуктами, а также необходимость контроля за ценами. Я вам поручал, и вы прорабатывали вопрос о снижении цены на социальный хлеб. Какая работа проведена и что сделано? Пожалуйста. На сегодняшний день Ермаганбет Кордулович, мы с мукомольными компаниями заключили меморандум, обеспечили компанию Караганданан мукой первого сорта. Также прорабатываем сейчас вопрос Сенбек Караганда и их будем обеспечивать зерном. На сегодня, по словам руководителя управления сельского хозяйства, цену на хлеб удалось снизить до 135 тенге. И по другой продукции тоже мы должны сейчас находить возможности. Понятно, что есть у нас и производители, есть и дорожание электроэнергии, ГСМ, еще других накладных расходов. Но, тем не менее, надо нам находить возможность по снижению, по крайней мере, по удержанию цен. Это очень важный вопрос. Отрабатывайте. К вопросу продовольственной безопасности необходимо подходить комплексно и системно, подчеркнул Ермаганбет Буликпаев.